Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия, в студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-19, в горах местами до плюс 13. Днем плюс 30-35 градусов, в горах местами до плюс 26. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 32-34 градуса. Сохранить историю в лицах. Проект «Хранители наследия» стал победителем в конкурсе «Росмолодежи» и получил грант. Руководитель проекта Армида Капушева и известный в Карачаево-Черкесии фотограф Ренат Урусов загорелись идеи запечатлеть людей, прошедших тяжелые годы депортации. Алихан Лепшоков подробнее. Мы хотим сохранить память о нашем старшем поколении, который пережили тяжелые годы депортации и внесли свой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Руководитель проекта «Хранители наследия» Армида Капушева и ее настанью к реализации данной инициативы известный фотохудожник Карачаево-Черкесии Ренат Урусов постили 92-летнюю бабушку Баблину Лепшокову, которая долгое время проработала учителем в ауле «Козелоктябрь». Ребята будут снимать семейные портреты с участием самих героев и их родственников. Важно отметить, что эта инициатива одержала победу в грантовом конкурсе «Росмолодежи». Чтобы донести молодежи всю важность этих событий, а не просто приходить и диктовать им какие-то монотонные лекции, эта идея мне пришла после фотошколы, которая проводилась тоже на базе Карачаево-Черкесского государственного университета. Я увидела, что молодежи очень интересуются фотографией, я увидела, что фотографии можно передать больше эмоций, больше историй, чем какими-то словами, лекциями. Проект реализуется в рамках года педагога и наставника. Все герои наших фотографий являются не только очевидцами периода депортации карачаевского народа, но и долгое время работали учителями, воспитали несколько поколений в республике. Каждый кадр бесценен, и мы уверены, что это позволит сохранить богатую историю нашего народа, отметил фотограф Ренат Урусов. «Тема у нас связана так или иначе с депортацией, потому что педагоги и наставники, которые прошли депортацию, их небольшая история. И, конечно же, этот проект, как и многие другие проекты, которые у меня были до этого, они тоже были связаны с депортацией. С каждым годом будет только набирать свою популярность и актуальность. И, к сожалению, это связано с тем, что с каждым годом, с каждым днем таких людей, вот наших бабушек, дедушек, становится все меньше и меньше. И поэтому, конечно, целью является собрать определенный материал, фотоархив. И, конечно же, вот эту информацию, которую мы больше, просто нам негде будет ее брать». Несмотря на свой возраст, бабушка Баблина Лепшокова ведет активный образ жизни, не теряя чувства юмора. Смешные видео с ее участием покорили мир интернета. Вместе со своим внуком Асаном Альмиисовым снимают различные лайфхаки. «Меня попросил директор, чтобы взяла какой-то класс. Второй класс, по-моему. Я взяла второй класс. Второй, третий, четвертый, в общем, их учила. Вот так. А так в вечерней школе я долго работала. Ну, там в вечерней школе взрослые люди учились тогда. Оттуда приехали все неграмотные. Многие не умели даже заявления писать. И в вечерней школе вообще трудно было работать». По завершению проекта будет проведена фотовыставка семейных фотографий с героями и с информацией о их жизнедеятельности. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на нагайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы нагайской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачной недели и до встречи. Уважаемые земляки, в трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее. Вместе мы победим.